Привет, дорогие друзья! Многократно, много-много раз я рассказывал о составляющих, главной, наверное, составляющей российских политических ток-шоу. Российские политические ток-шоу – это цирк. Настоящий цирк с актерами, которым оплачивают участие. И есть множество людей, знаете, вот как были свидетели Майдана, к примеру, или до этого свидетели Покращения, то вот в российском сегменте есть свидетели непорочности актеров ток-шоу. Эти люди всерьез считают, что украинские актеры, которые в этих ток-шоу участвуют каждый день, а бывает, что в день по несколько шоу посещают, они это делают чисто из любви к искусству. Они из любви просто к своему президенту, к своей власти, которые проживают постоянно в Москве, питаются они тоже, что Бог пошлет. То есть люди, которые начинали спорить изначально со мной, а они обязательно спорят, переходя к оскорблениям о том, что, мол, это все не доказано, конечно же, они не способны просто напрячь свой мозг. И можно было бы пожалеть этих людей, если бы они так не бесили. В последнее время у Ковтуна, Суворова и прочих красавцев, которые постоянно светятся на российских ток-шоу, появились слегка проблемы. Проблемы появились из-за чего? Из-за того, что в сеть, даже в СМИ начали просачиваться отдельные сведения. Вы понимаете, такие сведения никто не может рассказать с открытым забралом. Обычно эти сведения сливают или же конкуренты по цеху, у которых меньше ставки, к примеру. Можно сразу догадаться, кто слил, когда ты видишь определенное количество людей с расценками, но не видишь там кого-то, кто тоже является завсегдотаем. Тогда можно сделать определенный вывод. Но зачастую подписываются контракты, где разглашение такого рода тайн грозит очень серьезными последствиями. Российские ток-шоу это работа. Работа на зрителя, причем приветствуются такие вещи, это, конечно, по моей информации, откуда мне это знать. Приветствуются такие вещи, как обливание водой, какие-нибудь истерики, потому что это привлекает зрителя. Они работают как на животных. Когда происходит драка гладиаторов, к примеру, то кому будет интересно, если бы они дрались пластмассовыми мечами? Нет, ты ему руку сруби, ты ему кишочки выпусти. Умойся его кровью. Возвращаясь к определенным неприятностям для украинской команды актеров российских ток-шоу. Эти сведения, конечно же, не добавляют ничего хорошего в их жизнь. Сведения об их гонорарах, конечно же, злят российского зрителя. И до поры до времени российские телеканалы на это абсолютно плевали. Фу, какая разница, злишься ты или не злишься. Ты знаешь, все равно будешь смотреть. У пиратов купишь диск и друзьям не скажешь, назови меня попсой, не обижусь даже. Ты можешь говорить все, что хочешь, можешь их клеймить, как угодно, но самое главное, ты должен быть уверен, что вот это вот, это и есть украинцы. Ой, да, конечно же, я постоянно читаю одно и то же. А кого же еще приглашать? Мол, все упоротые. Упоротых много. Ну вот так вот, катастрофически, гомерически упоротых, может быть, и не очень много. Но, даже если мы представим, что их много, они могут ответить. Вот эти ответить не могут. Нет, они будут выкрикивать какие-то лозунги. Их задача разозлить зал и дать почувствовать людям, которые сидят и чаще заглядывают в голубой экран, чем в свой собственный холодильник, дать почувствовать этим людям, что они умнее Ковтуна. Что они умнее Ковтуна, вот всех остальных, что они выше. Ой, это старый трюк, показать твоего оппонента, я не говорю врага, тупым дебилам, а ты умнее его. Чувствуешь? Чувствуешь, как наполняется естество твоей гордостью? Это естество наполняется гордостью чуть меньше, когда узнают, сколько зарабатывают на вот такой клоунаде подобного рода люди. Я встречал цифры, и сейчас они гуляют по средствам массовой информации, миллион. Так вот, я думаю, что эти цифры, конечно, заниженные. Это лично мое мнение. Но вот как мне рассказывали люди, которые, конечно же, врут, что у главного нашего, у Ковтуна, у него контракта нет, он действует умнее, он получает за каждый эфир. И да, конечно, мне постоянно пишут, что эти люди получают из рекламных денег. Ну вот каналы, понимаете, рекламируются, и они просто получают. Но как же эти рекламные деньги вдруг внезапно превращаются в налик, который раздается в конвертах, и по свидетельству людей, а эти люди даже не скрывают того, что они видели, да, пожалуйста, почитайте у меня на стене, что в гримерках даже раздаются эти конверты. А как это рекламные деньги в конверты перетекают? Нет, конечно. Это не ваши деньги. Не-не, это канал сам заработал. Да. Когда начинают мычать о том, что это все там такие, а вот он отлично представляет народ. Он не отлично представляет народ. Он намеренно играет, строит в себе дурака, потерпевшего, которого можно пнуть. И опять-таки пнув, которого ты почувствуешь себя умнее, добрым молодцем. А он за эти деньги, которые он получает, готов быть, я же говорил, хоть обоссаном. Как-то раз я написал Вячеславу определенную штуку в личку. Ну, там, кое-что написал. А он, так знаете, с ухмылкой. Время покажет. Время показывает, Вячеслав. Мы отправляемся туда, где по слухам, непроверенным, конечно, ты купил квартиру. Практически центр. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, Ковтин Вячеслав Николаевич у вас живет? Да, у нас. Скажите, пожалуйста, можно ли автограф взять у него? Ну, я не знаю. Он живет, даже не знаю, в какой квартире. Просто мне говорили, что его видели. Но его днем никогда не бывает. А когда бывает? Ну, я не знаю, девушка. Я болею, я вообще с трудом встала к телефону. Почтальонка его видела, мне представят, у вас тут Ковтин ходит по дуру. Я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, Ковтин Вячеслав Николаевич видишь, знаете, кто? Ковтин Вячеслав Николаевич. Зачем он? Я хотела автограф взять. По телевизору его, его смотрите. Хотелось бы пообщаться просто. Зачем он вот так вот подумается, «Ну, нафиг вам этот автограф?» Да, интересно, если такой вот человек, смешной. У меня баба ревская подруга Синявская, Тамара Синявская, певеца Большого театра, бывшая. Ну и что, она раздавала эти автографы, потом все на помойку же вы выбрасываете. Зачем вам вот так подумать? Красивая девушка от самой. Хотите этот автограф? Ну, а вам что, этот человек не кажется интересным? А чем он интересный? Он очень грамотный, он очень эрудированный. Он столько много знает, но себя в такой роли представлять по телевизору, идиот-идиотом становится он. А он такой грамотный, он начитан, он много знает. А говорит чушь какую-то безумную. А почему он так делает? Вот я бы тоже его хотел спросить. Я его очень уважаю за его грамотность, за все. Соня, на. Ну, он себя так дискредитирует в этом вопросе, когда ведет вот эти дебаты по телевизору. Мне его просто жаль. Его будущее очень печальное. А почему? Ну, я так думаю. Я жизнь заканчиваю свою, я вижу. Соня, ну, будешь христили? Не будешь. А где этот маркиз наш? Где маркиз-то? А скажите, а он вообще как? Давно вы его люди там появляются? Все время он на работе. Он, по-моему, только по пятницам уезжает в Киев снова. Семья, так он все время. Он же вот сейчас ведет. Вы телевизор посмотрите? Ну, иногда... Время покажет. Вот в 12.15 начинается, время покажет. И он там все время чушь несет безумную. А он давно здесь купил квартиру? Понятия не имею. А зачем вам вот это? За ним же следят. Его уже убить хотят. Кто? Ну, вы что, не понимаете, что идет война? Кто? Сколько убито уже журналистов украинских? Сколько убито? Один Бузиначево стоит. И его тоже убьют, потому что он идиот. Вы идите, его сейчас не дождетесь. Он на передаче по телевидению. Он вечером-то появляется? Вам зачем? Ну, хотелось бы переговорить. Да не будет он с вами разговаривать. Не будет. Почему? Ну, потому что он чай-то на улице. Убил. Знаешь, какой дурак, который мы продали. Ну, ладно, его здесь нет сейчас. Его не бывает. Я вообще его один раз здесь видел. А давно? Не знаю, я не помню. Хотел его следить, но у меня сегодня хватит. Ну, и со 2-3 там назад. Ну, вы бы подошли к нему что-либо? Да ну, к чёрту. Зачем их приглашают сюда? Я вообще не знаю. Они наши туда не приглашают. А почему? А как почему? Разве у нас есть, там-то у вас есть такие дискуссии? На Украине. Вы оттуда, да? От чего вы взялись? Есть такие дискуссии там? Нету. А у нас здесь дураки. Да ещё деньги платят. Это нарадок. Ну, ладно, ну, его сейчас нет здесь. Это точно. А когда он бывает? Отчего? Он не отчитывается. Ну, ладно. Ну, не знаю, попробуйте постучать к нему. Пойдёмте, я вам укажу, где его. Давайте. Вячеслав, ты конечно справляешься на 5 баллов или на миллион с плюсом в месяц со своей работой. Твоя работа внушает тупым, что они умнее тебя и что они могут тебя двумя фразами просто положить на лопатки. Но ты, Вячеслав, изображаешь всех украинцев вот такими вот. Ты, Вячеслав, враг настоящий. Ты враг Украины. Ты, Вячеслав, иногда не следишь за языком и ляпаешь им, что попало. Ты, Вячеслав, перечитает меня сообщение. Время покажет, Вячеслав. Вячеслав. Продолжение следует...